у меня такая почетная миссия это не техническая задача а именно миссия представить вам нашего спикера которого вы видели все эти пять дней вы знаете как его зовут вы знаете какая его фамилии вы знаете где он работает собственно говоря чего его представлять да я вот сейчас вот во время обеда думал и вспомнил совершенно замечательную вещь у гоголя в повести вий монахи которые учатся на философском факультете едут из одного города в другой и один другого спрашивают все-таки ты мне скажи а что такое философ и гоголь пишет на философ это тот кто у нас тут из из по его сейчас она мне я боюсь сказать это по украински но я постараюсь на наполовину по украински наполовину по-русски значит неист не пьет а только думает вот и у меня было такое ощущение что философ это который не есть не пьет а только думает потом я познакомился с философом синакосовым который и есть и пьет ну я хорошем смысле юрий петрович нас с философом маммардашвили который тоже очень любил и его еще к тому же покурить с большим удовольствием и у меня как-то вот такое представление о том что философ это нечто такое вот умозрительная и далекая а из тут философии это такое место где собирают людей максимально далеких от жизни видимо для того чтобы они не портили нашу практическую жизнь и вот 25 лет на приблизительно назад мы познакомились я познакомился с саши нас познакомила замечательная девушка которая работает в институте философии ася да да фамилия мама помню а ее не помню у нее какой-то ради его да так она григорян значит у тебя жира и она познакомила меня с сашей рубцовым который полностью не вкладывался в моем понимании в представлении о том что такое быть философом это был человек который был философ по образованию по месту работы по специальности но был абсолютно практически ориентированный и очень так сказать общественно думающий человек он не сократ он не любитель вытаскивать из тебя смысла или же заталкивать тебя смысла но он человек который хочет думать о том а как же все таки все эти разговоры и все эти прекрасные слова и понятия могут быть реализованы в нашей общественной жизни и сашины и публикации я не могу сказать что я знаю их все но те которые мне попадаются за которыми я слежу они действительно вдохновляют именно вот этой своей практической ориентированностью он выглядит молодым человеком на самом деле по нашему законодательству он уже глубокий пенсионер но пенсионер для философа это не приговор потому что чувствует он себя молодым и мыслителем и в общем я ему очень благодарен за те потрясающие перестроечные годы в которых он активно участвовал и влиял на нашу коллективные метаморфозы трансформации и прочее прочее и сегодня он обещает повлиять на вас я предоставляю ему слово спасибо единственное я хотел сделать небольшое уточнение все когда я слышу слово философ применительно кому-то из живущих а тем более присутствующих меня так немножко передергивает я даже в свое время такую сентенцию придумал что это академиками становится пожизненно а философами становится посмертно а так вот про живого человека особенно если сам про себя ты кто я философ ну все это вызывает перевозку и сразу можно вязать я но нормально не знаете как отвечаю да ты кто будет я философ ну не хочет не говорила нет но есть более осторожная формулировка чем ты занимаешься занимаюсь философии но это пожалуйста как стихи ты можешь писать но поэтому быть не обязан но здесь примерно так же но дальше возникает вопрос а что значит вообще заниматься философии можно очень по-разному этим заниматься сар сказал что я по образованию философ у меня первое образование вообще-то московский ордена трудового красного крепкого как он там назывался архитектурный институт но но правда факультет градостроительства который сразу настраивает на несколько такой философический строй вот потом я был философии института истории искусств в аспирантуре а уже потом защищался я на филофаке мгу и ну и дальше уже все потекло но все это на самом деле было довольно так гармонично поскольку проектирование это такая вещь достаточно универсальная когда начинаешь об этом думать то невольно впадаешь уже собственно философские сюжеты и то чем я занимаюсь в более академической части это на философии постмодерна но это вообще в чистом виде все построено на критике тотальной проектности поэтому здесь как-то все выстраивается даже с точки зрения биографии правильно но если вот все-таки еще раз вернуться к этому вопросу а что значит заниматься философии тоже есть разные ответы но самый простой но читать и писать нам философические книжки а что собственно в них можно найти философском потому что много всего другого и вот для меня всегда самым важным было то что мы в свое время с грушиным называли критикой очевидности вот иногда кажется что все люди занимаются нет это было именно критика очевидности у нас даже был такой семинар могучий который назывался так слушание по делу очевидности то есть мы их там судили именно очевидности так вот и и никитинский будет мне мешать а сам мешает вот но здесь как раз вот очень важный момент поскольку кажется что все люди занимаются чем-то а философы занимаются своим каким-то предметом вот даже вот марксоидной философии учили что философия занимается наиболее общими законами то есть но где-то там еще есть что то чем занимается на самом деле философия занимается тем же чем заняты все и прочие люди, но просто есть вещи, которые мы не промысливаем. Как правило, бывают вещи очень простые, но философ берет эти предметы и начинает их критиковать, раздергивать, растаскивать, и потом оказывается, что то, что для всех очевидно, на самом деле ничем очевидным не является. У меня, когда я был в аспирантуре, была компания физиков, молодых парней, таких же, как я, и вот я один против восьми подвыпивших мужиков дрался за философию, потому что они мне доказывали, что ты вообще неизвестно, чем занимаешься, наука сама себе философия, она мне в обществе совершенно не нужна. И я им доказывал, что у вас есть очень много вещей, которые вы не промысливаете, они для вас очевидны, но через некоторое время окажется, что сегодня это очевидно, а завтра уже все совершенно по-другому, и это поменяла в том числе и философия. А вы просто здесь идете на поводу, и просто вам кажется, что это само собой разумеется, а на самом деле все не так очевидно. Но есть какие-то вещи, которыми философ занимается, вот тема нашего нынешнего собрания включает в себя слово легитимность власти. Вот тоже, казалось бы, такой особый сюжет, которым занимается политическая философия, обычным нормальным людям, но как-то все это не особенно важно. Но бывают моменты, когда это становится важным, ну если не для всех, то, по крайней мере, для значительной, наиболее продвинутой, активной и мыслящей части общества. И вот этот вопрос о легитимности, вот сейчас он начинает вставать во всей своей полноте и звучит для меня примерно так. А, собственно, по какому праву здесь вообще правят? Причем не только эти, которые сейчас, но и те, кто были до них, и те, кто придет после. Сейчас у нас становится модным вот это рассуждение про то, что мало поменять людей, а вот надо поменять систему. И предлагают разные варианты изменения системы. Но опять же, понимаете, система, политическая система, это некая конструкция. Но эта конструкция почему-то стоит, на чем-то она держится. И есть вот такие понятия, как метафизика власти и так далее. Это вот примерно как, ну есть теория проектирования конструкции, а есть теория гравитации. Но это как бы совершенно другая наука, что-то состоит за всем этим. И иногда можно теорией гравитации не заниматься, можно просто заниматься конструкциями, проектировать новые, чинить каким-то образом старые. Но в какие-то моменты вдруг как-то вот так жизнь складывается, что приходится вообще-то задаваться вот действительно таким вопросом, и правовым, и одновременно философическим, а на чем собственно вообще построена и чем обоснована власть в данном обществе. Потому что это же не просто система управления, да, система там господства и подчинения, распределения каких-то экономических ресурсов. А все-таки отношение власти это вообще-то вещь довольно страшная. Если ты находишься во власти какого-то государства, то это значит, что есть люди, которые могут вообще-то в экстремальной ситуации послать тебя на войну. То есть заставить тебя кого-то убивать и погибать самому за это государство. И ты вообще-то должен признавать эту власть, в том числе это ее право таким образом распоряжаться в том числе и твоей судьбой. И когда как-то возникают какие-то вопросы по поводу права самой этой системы таким образом с тобой поступать и так с тобой распоряжаться, то здесь, естественно, уже просто всякий обычный человек начинает задумываться, а что собственно вообще-то происходит в нашей жизни. Тем более, что вот эти вот формы легитимации власти, формы обоснования права на господство и обязательства к подчинению, они на самом деле, не люблю это слово, но часто повторяю, на самом деле, они очень разнообразны. И все не так привычно, как нам часто кажется. Вот мой друг и мой редактор в «Отечественных записках» Никита Соколов, вот он вчера рассказывал про учредительное собрание. Но, понимаете, это все к истории России имеет самое прямое отношение, все это очень важно. Он говорил о двух формах, либо это выяснение какого-то божественной воли, либо это договор между людьми. Но если посмотреть на теорию и на историю государства, права и так далее, то мы там обнаружим очень много разных, часто совершенно не сводимых друг к другу, форм легитимации власти. И иногда нам кажется, что все это прошло, где-то это когда-то было, а к нам никакого отношения не имеет. Но если начинаешь анализировать нашу действительность, то вдруг обнаруживаешь, что у нас одновременно, вот сейчас в нашей этой модернизированной современности, работают в том числе и самые старые, иногда просто архаические формы легитимации власти. И иногда акцентируются либо одни, либо другие, либо работает комплекс. И вот здесь возникает вообще-то очень интересный вопрос о том, что доминирует, что срабатывает, а потом обрушивается. И когда вот обнаруживаешь, что одно попробовали, другое, третье, и все это обрушилось, то вообще возникает вопрос, а у нас есть ли сейчас какие-то такие приемлемые представления о том, как могла бы власть быть легитимной в России? Вообще вопрос, на самом деле, не такой простой, и ответ на него не такой очевидный, если, опять же, разбираться с нами по-научному, ну, в таком не в позитивистском смысле слова, а так методологически строго. И вот здесь, ну, я вас уже немножко замучил, сейчас я вас немножко развлеку. И вот здесь возникает такой вот интересный вопрос. А есть ли у нас вообще язык описания нашей реальности, нашей политической реальности, в которой мы сейчас существуем? Адекватный язык описания. Этот язык, конечно же, есть, потому что у нас есть конституция, законы, выборы, у нас есть суды, у нас есть президент, правительство, парламент, исполнительная власть, законодательная. Но вот когда начинаешь разбираться с этими словами, то сразу возникает множество вопросов. Ну, скажем, законодательная власть, законодатель, он должен давать законы. Вот наш законодатель дает законы, он их принимает. Причем принимает известно откуда. И мы их спускаем, вот он их принял. И потом принимает уже в несколько в другом смысле, он за них голосует и таким образом выпускает там честь Совета Федерации на подпись все тому же президенту. А у нас есть вообще-то законодательная власть? Она же представительная, она действительно представляет тех, кого она представляет, с точки зрения того, как ее выбирали, и с точки зрения того, чем она занимается в рабочее время. То же самое исполнительная власть. Исполнительная власть должна исполнять законы. Вот наша исполнительная власть, она исполняет законы? Ну, был в свое время анекдот, с кем граничит Советский Союз? С кем хочется, тем и граничит. Вот так и наша власть, она хочет, исполняет законы, хочет, не исполняет. Есть законы высшего уровня, конституционное законодательство. Можно спокойно принимать законы, которые, ну, во всяком случае, ну, очевидно, противоречат духу Конституции, а иногда и букве. Точно так же сплошь и рядом принимаются подзаконные акты, которые не соответствуют высшестоящим законам. И вообще, если так посмотреть, чем занимаются наши чиновники, просто по пропорции рабочего времени, так они вообще-то занимаются легислатурой. Они с утра до ночи пишут какие-то нормы, законы и так далее, и так далее, вместо того же исполнять. Но я это хорошо знаю, потому что, вот Саша, ты еще не сказал, но, понимаете, вот если ты занимаешься философией политики, государственности и так далее, там, философией власти, то можно читать книжки, можно обсуждать что-то, а можно непосредственно поработать в этой системе. И тогда ты видишь это изнутри. А когда еще имеешь возможность немножко там что-то пошебуршить, попробовать что-то изменить, то тогда видишь, как эта система реагирует, меняется. Поэтому я в свое время был и советником правительства, и руководительной группой консультантов администрации, и рабочая группа у меня была при администрации. А в какой-то момент я просто вынужден был пойти просто в штат, в аппарат правительства, сидел в Белом доме советником первого запреда. Ну, это такая вообще работа с утра до ночи, в галстуке. Ну, в общем, многому учат. И потом, когда вот понимаешь, люди, которые это изнутри не пощупали, они как-то несколько иначе себе все это представляют. И вот там меня очень хорошо научили. Мне сказали, там, кстати, очень много умных и таких работящих людей. Мне сказали, вот эта вот фраза про то, что человек может делать все, что не запрещено законом, это отнюдь не ко всем относится. По крайней мере, это не относится к чиновнику. Вот ты, говорит, чиновник теперь. И ты можешь делать только то, что тебе законом предписано. Вот если не написано вот это делать, то это делать ты не имеешь права. Это просто должностное преступление. Ну, так вообще-то сильно промывают мозги такие вещи, начинаешь понимать. Но вот с этой точки зрения наша исполнительная власть, она сплошь и рядом вообще-то берет на себя такие инициативы, которые вообще-то в прерогативу исполнительной власти вовсе не входят. Я просто к тому, сколько много обманок и имитаций в нашем политическом языке. И тогда возникает вопрос, а как вообще-то анализировать нашу реальность с точки зрения методологии. И вот здесь очень интересно то, что в свое время придумал структурализм, который поначалу исследовал примитивные культуры. До этого люди анализировали какие-то другие культуры, не наши, не западные. Примерно таким образом. Вот есть наша цивилизация, она единственная правильная, и вообще она единственная цивилизация. А все остальное – это какие-то отклонения от нее, это вот то, что не доросло до нас. И потом люди поняли, что разобраться вот в этой реальности при таком подходе совершенно невозможно. Надо исходить из собственных оснований этих культур, принимать их как совершенно равноправные, как равнозначные, не заниматься вот таким колониальным исследованием якобы чего-то такого недоросшего и недоделанного. И это вообще-то сильно изменило угол зрения. И вот с этой точки зрения очень интересно посмотреть на нашу реальность. Вот я слушал все выступления, которые были здесь, ну, по-моему, те, которые я слушал, они все-таки близки к этой первой позиции. Вот есть некоторая абсолютно правильная реальность, ну, или относительно правильная, или, может быть, она не очень хорошая, но лучше не придумали. А вот мы как-то вот то ли соответствуем ей, то ли не соответствуем. Но есть другая точка зрения. Может быть, посмотреть на Россию как на, ну, вообще-то самостоятельную какую-то культуру, которая не должна вписываться по определению в эти нормы. Ну, хочет вписываться, вписывается, хочет не вписывается. И попытаться, вообще-то, выяснить здесь какие-то собственные основания. Я не к тому, что именно так и надо, потому что тут все не так просто, как вы видите. Но вот этот подход имеет вот такое серьезное право на существование. И здесь я, ну, Сагамонов наверняка спросил, ну-ка поднимите руки, кто знает про культ Карга. Опа, ну, слава богу, вот уже там пять человек есть, очень хорошо. Ну, Карга – это груз, понятно, да? Вот. Культ Карга – это очень интересное такое явление. Вообще, оно возникло в конце еще позапрошлого века на океанических островах, где жили люди, которые вообще не видели никакой цивилизации. И потом вдруг оказалось, что появляются какие-то люди, приплывают на кораблях, которые просто вообще какие-то, ну, инопланетяне, и привозят какие-то продукты, какие-то изделия, совершенно какие-то вообще потусторонние. Но вообще сама по себе вот эта идея культа Карга, анализа культа Карга, она возникла во время Второй мировой войны, когда японцы сильно насолили на Гавайях американцам. Американцы решили отомстить, и в Меланезии понастроили военных баз. Это, представляете, это середина прошлого века, это все было совсем недавно. И вот живут там эти аборигены, и вдруг спускаются с неба самолеты, из них выходят какие-то совершенно инопланетные люди, и достают, ну, такие вещи, которые просто, ну, вообще никто не мог подумать, что такое в природе бывает, и привозят еще какие-то банки, которые открываются, а там еда, причем такая неслабая еда. А кроме того, эти аборигены сразу поняли, что ведь никто же ничего из этого не производил у них на глазах, никто этого не делал, всегда все было готовое. И они для себя быстро решили, что все это такие небесные дары, которые вообще-то им адресованы, а эти белые люди в проб и в шлемах, они почему-то это все как-то себе присвоили. Ну, во всяком случае, как-то они там мирно сосуществовали, эти аборигены подрабатывали у белых людей проводниками, там, женщинами и так далее, каким-то образом там жизнь у них налаживалась, пока вот эти вот пиндосы, как у нас их принято называть, не разобрались с японцами, после чего погрузили все свое барахло на самолеты, что осталось, они там просто джипы бульдозерами в океан сталкивали и улетели. И вот эти вот люди остались один на один вот с этой вот опустевшей реальностью, как в Луркморе пишут, охреневшие беспривычные нямки-нигры, они действительно так сильно растерялись. И тогда они поняли, что вообще-то надо с духами общаться самим, они используют это посредство белых людей. И они стали строить взлетно-посадочные полосы, вышки аэродромные, макеты самолетов в натуральную величину, из бамбука, прутиков, из соломы. Более того, они стали устраивать марши, точно так же, как маршовали вот эти вот американцы. Они уже все были в джинсах, но по пояс голые, и они рисовали на голом теле погоны на плечах, пуговицы на животе, ордена на груди и лейблы USA. И вот в таком виде они с бамбуковыми палками вместо оружия маршировали, и думали, что вот таким образом они привлекут к себе внимание богов, которые снова пришлют им вот это богачество. Ну, поскольку иногда им еще и сбрасывали гуманитарную помощь по старой памяти, но там все у них складывалось. Я к чему все это рассказываю? Существует очень серьезная линия, к ней надо серьезно относиться, которая рассматривает всю нашу политическую реальность и нашу политическую аналитику, как вот такой вот своего рода культ карга. То есть сидят русские люди у себя в совершенно другой реальности, и вот они понастроили себе из прутиков и соломы вот эту вот имитацию какой-то западной политической культуры, которая на самом деле никакого отношения к такой функционирующей реальности не имеет. Вот они на нее молятся и думают, что вот сейчас-то все хорошо получится. Я это рассказываю, чтобы немножко оживить разговор, и с другой стороны, чтобы немножко качнуть в другую сторону, потому что это, на мой взгляд, все-таки утрированная концепция и не совсем точная. Более того, я даже думаю, что существует такой культ карга в квадрате. То есть эти люди взяли вот эту модель культа карга и сами ее использовали как прутики и соломы. То есть сами без понимания того, как это реально функционирует, вот эту модель культа карга используют вроде бы как пупуасы. И поносят и политическую систему, и тех аналитиков, которые ей занимаются. Мне-то кажется, что у нас все как раз хитрее. Вот эти наши самолеты, они вовсе не совсем из соломы и из бамбука. Они во многом нормальные, железные, алюминиевые самолеты. Там моторы есть, они вообще-то работают и так далее. Но в то же время у них много частей и таких вот бамбуковых. И поэтому вот эта вот наша авиация политическая, она как-то странно себя ведет. Она то работает, то не работает. То мотор заведется, то самолет подпрыгнет, то потом опять упадет и так далее. Более того, на мой взгляд, наша власть сейчас как раз занимается тем, что даже то нормальное металлическое, что у этих самолетов осталось, она отпиливает и вместо этого начинает приделывать что-то соломенное, чтобы этот самолет точно никуда не улетел. И ничего хорошего из этого чтобы не получилось. Поэтому, понимаете, вот здесь возникает такая, это очень сложная ситуация, когда приходится анализировать самые разные, в том числе архаические, примитивные и так далее модели легитимации власти. Вот, казалось бы, самый такой простой момент. Вот, прошли выборы. Вот, насколько наша власть легальна с точки зрения того, как эти выборы были проведены. Вот здесь хорошо бы вспомнить Уэббера с его развлечением легального и легитимного. Потому что легальное – это то, что законообразно, но легитимность, она вовсе не тождественна вот этой легальности. Потому что нарушения в ходе политических процессов, в ходе, в том числе, избирательных кампаний, они же были и раньше. Люди, которые участвовали в кампании 1996 года, да и которые не только участвовали, но просто знакомы с людьми, которые всем этим занимались, они же понимают вообще, как там все было. Тоже все было, мягко говоря, непросто. Если мы вспомним, как первый раз избирался наш нынешний национальный лидер, второй раз и так далее, да и когда Медведева избирали, ведь там же тоже были весьма серьезные нарушения. Слушай, а можно вот все-таки в двух словах, в чем принципиальная разница между легальностью и легитимностью? Вот я как раз это и объясняю. Просто я не люблю дефиниции таких вот простых. Это понятно будет из контекста, ровно из того, что я сейчас рассказываю. Так вот, с точки зрения такой формальной легальности, есть очень много вопросов к этим избирательным кампаниям и к этим процедурам политическим. Но ведь нельзя не признать, что общество согласилось с результатами предыдущих всех выборов, и с этой точки зрения эта власть была в достаточной степени легитимной. Никто так вот с пеной у рта вообще не выступал. Были люди, которые не признавали, коммунисты, по-моему, вообще никогда ни о них выборах не признавали. Но, тем не менее, таких взрывов протеста никогда не было. Если посмотреть на то, что было, скажем, во время избрания Медведева и все время, пока он находился у власти, ведь тоже, ну, надо понять, что, собственно, изменилось, что произошло в 2011 году и в начале 2012 года, что вдруг люди вообще полезли на рожон. И вот здесь мы должны понять такую простую вещь. Вот когда говорят, что, ну, там, нарушения были, но он и так бы победил. Вот, понимаете, вот, можно по-разному смотреть на вот эту фразу. В принципе, да, ну что, ну и так бы победил, что же вы тогда выступаете? А если никто и не выступает, так и тогда и о чем разговор? Ну, там был бы немножко другой результат. Да и бог с ним. Но, понимаете, когда мы говорим уже не о легитимности, о легальности, о законосообразности, о соблюдении нами же принятых норм, то тогда возникает вопрос. Ну, хорошо, вот мне говорят, вот это спортсмена, его поймали на допинге. Ну, он и так бы победил. Ну, так пусть он будет у нас олимпийским чемпионом. Чего вы к нему пристаете? Ну, вот здесь, может быть, тоже похожая ситуация. Но, опять же, ведь с этим можно было придираться к власти и на всех предыдущих этапах. Но здесь почему-то вдруг вот что-то произошло, когда это вот и так бы победил, не сработало. И здесь произошла очень интересная вещь. Ведь легитимность, она замеряется не только в моменты голосования на выборах, она постоянно удостоверяется, ну и вообще просто настроением общественным, которое каким-то образом чувствуется, фиксируется, анализируется, и просто ощущается там по прессе, по разговорам и так далее. Но есть же и опросы общественного мнения, есть фокус-группы, есть такая оперативная социология, которая все это замеряет. И этот замер, между прочим, той же самой легитимности. И тут как раз обнаружилось, что непосредственно перед последними выборами социология стала показывать какие-то удивительные совершенно результаты. Причем даже не только, может быть, даже не столько массовые опросы, да, вот справа от меня сидит профессиональный социолог, хотя там тоже рейтинги падали, и это... Вы себе не представляете, в какой трепет приводило людей. Потому что когда падает рейтинг, неизвестно, а как дальше тренд пойдет, там невроз был просто чудовищный, он, кстати, и остался. Но у нас же еще помимо такой вот стандартной социологии есть ЦСР, Миша Игоныч, который занимается фокус-группами в основном. Он, по-моему, как-то слишком даже влюбился в это дело. Но это очень интересно, потому что фокус-группа – это живой разговор, и там не по статистике ответов на заранее поставленные вопросы, а в живом разговоре замеряется атмосфера, температура, настроение. По лексике, по языку вдруг появляются такие выражения, которых раньше не было, вдруг теряются какие-то сюжеты, которые вчера обсуждались, а сегодня они выпадают. И вот по изменению вот этой живой политической речи очень многое можно понять и даже предсказать, что они, собственно, и сделали. И вот это вот падение легитимности, оно как раз и было предсказано прежде всего на этих фокус-группах. И я в свое время даже писал, что тут надо понимать, что это уже не арифметика, когда вот считают, сколько этих, сколько этих, а это уже политическая физика, социально-политическая физика, когда температура протеста важна. Важна не только, сколько людей там выступает против режима, но как выступают. Потому что когда это начинается просто мат сплошной, а я к мату отношусь просто как аналитик, это надо понимать. То есть когда уже зашкаливает просто лексика, когда у нас уже не остается слов, вот здесь у нас нападут немцы какие-то, захватчики, я имею в виду, у нас больше не останется слов, как у этих вот врагов, государств, какими можно было словами покрыть. Мы все уже слова исчерпали по отношению к своим нынешним согражданам. Слушай, а вот правильно мы поняли, что вот легально это соответствует букве закона, а легитимно это что-то вот такое честное? Ну, близко к тому. Двух закона там, да? Нет, легитимно это согласие людей на то, чтобы ими правили. Честно? Нет, нет, это может быть нечестно. Они могут прекрасно понимать, что выборы прошли нечестно. Но они признают эту власть, они не идут с вилами на болотную площадь. А как вторая метафора с олимпийцем, который все равно победил бы? Так вот, я как раз про то и говорю, что на эту метафору можно по-разному реагировать. Потому что можно сказать, что да, вот мы знаем, что наши на допинге прошли, но мы согласны тем, что мы их признаем олимпийскими чемпионами, черт с ним. Хотя там были элементы нелегальности. Вот чем отличается легальность от легитимности? И вот здесь как раз очень важно то, что вот это вот, была обозначена вот эта вот потеря легитимности. А вот ты меня перебил в очень важном месте, когда я говорил про температуру, про накал протеста, понимаете? Когда вот эта зона протеста начинает закипать, тут начинает просто брызгать во все стороны, и это начинает уже раскалять и зону согласия. Поэтому здесь очень важно, как раз то, что ловили фокус группы. И в этот момент, когда обозначился этот тренд, вот там действительно возникли очень большие волнения наверху, и люди стали думать, а в принципе можно что-то с этим сделать? Можно ли взять и привычными для нас методами, форсированными методами вернуть популярность? И тогда, например, все помнят, вдруг как-то стало все очень много такой политической пропаганды, рекламы наших вождей, которые стали там нырять, залетать и так далее, и так далее, с такой силой, что просто уже вроде как непонятно, когда страной править. И выяснилось, что отчасти это срабатывает, но совершенно не в той мере, в какой хотелось бы. Но вот этот вот перелом, в народе это называется, ехал на ярмарку или уже с ярмарки едешь. И когда власть почувствовала, что она вот уже едет с ярмарки, и легитимность начинает падать, тут уже стали просто закусывать у дела. И с последними выборами, я имею в виду сейчас парламентские выборы, произошло следующее. Ни в коем случае нельзя было продемонстрировать на выборах вот этот вот тренд. Потому что то, что нам приносят аналитики и рассказывают, что там вот такие цифры, это мы-то знаем, да? Это знает какая-то часть страны, которая читает интернет, смотрит аналитические какие-то материалы. А народ как бы про это не знает, ему кажется, что ну все как было, так и осталось. А представляете, выборы пройдут, и они вот этот вот тренд зафиксируют, что власть там осталась без 10-15 как минимум процентов. Понимаете, это с точки зрения вообще позиции власти, это вообще очень серьезная потеря, а главное, она не позволяет продолжать править в том же духе. То есть когда вы правите, ну как хотите, ну тогда вы можете это делать только в одном случае, если у вас подавляющее преимущество. А если вы прошли на выборах, вы победили, но как-то там очень много людей недовольны, то вы уже не можете позволить себе вот так вот стучать кулаком по столу, посылать всех подальше там и так далее, и так далее. Тут уже надо каким-то образом договариваться, сдерживать себя в своих хотелках и так далее. И вот на это не пошли, поэтому было ясно, что надо будет каким-то образом демонстрировать примерно тот результат, который был до сих пор, хотя он уже был, было понятно, что он недостижим. А тем, кто со стороны оппозиции понимал, что это недостижимо, там была выстроена прямо противоположная стратегия, люди уже там заготовили наблюдателей там и так далее, и так далее. И вот здесь вот это вот, он и так бы победил, уже перестало работать. Причем перестало работать по одной простой причине. Были зафиксированы и публично заявлены сюжеты, когда были нарушения, и само по себе это тоже не лишает власть легитимности. Ну мало ли, ну были нарушения, ну что сделаешь. Но когда эти нарушения отказались расследовать, и когда не было ни одного расследования, и ни одного наказания тем, кто вот этим занимался, вот это уже подорвало и легальность всего этого избирательного процесса в очень значительной степени. Теперь вернемся немножко назад и подумаем, а собственно, а что произошло вот именно в этот момент, почему власть стала терять популярность. Ну есть много объяснений, в том числе усталость, ну есть такое слово, надоедает. Но было и нечто более серьезное. Вот если мы вернемся к каким-то таким старым формам легитимации власти и объяснения, почему власть так устроена, то вот интересно было бы вспомнить в связи с Путиным и Медведевым товарищем Макеавелли. Про него все знают, что цель оправдывает средства, хотя это не его там фраза, но неважно. Но смысл такой. У него этого нет, да, но ему приписывают. Но приписывают не зря, потому что смысл там действительно такой. Государь, суверен, князь, по-разному это называется, имеет право поступать как считает нужным. Он имеет право обманывать, даже убивать, применять насилие, идти на любые интриги и так далее, и так далее. Но это знают все. Вот Макеавелли, вот он такой был гад. Но там же стояла другая еще конструкция за этим. Он имеет право на это, потому что он один располагает всей полнотой информации о том, что происходит в государстве, и он один понимает подлинные интересы государства, а значит интересы всех. Все остальные, ну они знают каждый свой какой-то кусочек, а уж пути правильного движения в истории вообще никому неизвестны. Он один знает, и если он будет прислушиваться вот к этим вот своим незнающим подданным, он им же поступит во вред. Поэтому в том числе заради общего блага он имеет право на все вот эти вот вещи. Теперь вернемся к моменту, я это называю, сдачи президентского кресла на хранение. Вот что произошло перед этим? Вдруг началась эпидемия стратегического планирования. Стратегии развития страны написали буквально все. И центры, и энтузиасты, и все, кто имел к этому какое-то отношение, тут же разразились какими-то более-менее мощными документами. И вообще было странно, вот эта стратегия 2020 как раз тогда начиналась, и все это вылилось в план Путина. И вот было очень интересно, вообще избирают Медведева, а государство строгает план Путина. И тут, ну как бы политически понятно, да, тем самым демонстрировалось, кто на самом деле остается у Кормила. Причем слово «кормила» я тут употребляю в обоих смыслах. Да, и Кормила, которая рулит, и Кормила, это где кормушка. Но здесь как раз было очень важно то, что вот за всем этим стояло примерно то, что мы сейчас вот обсуждали применительно к Макиавелле. Продвинутая, либерально настроенная часть общества, она видела, что, ну или так, подозревала, или допускала, что у власти есть какое-то знание того, что надо делать. И таким образом даже будущая оппозиция, вот до того момента, она достаточно лояльна была по отношению ко всей этой власти. И более того, участвовала в написании всех этих стратегических сюжетов. Вот в самом деле, если вспомнить начало 2000-х годов, то мы обнаружим, что тогда запускались реформы весьма основательного свойства. И административная реформа, и техническое регулирование. Я как раз вот в Белом доме курировал именно эти реформы, плюс еще научно-техническую политику. И начинания-то были, дай бог какие, причем они продвигались до какого-то момента очень основательно. И были какие-то концептуальные предположения и проекты, с которыми вообще трудно не согласиться. Если вы помните, я же не помню, когда это было расширенное заседание Госсовета, тогда все говорили, что у нас нефтяная игла, надо с нее сниматься и так далее. И Путин, как сейчас помню, если мы не решим эту задачу, не уйдем от этой сырьевой модели, то мы поставим под вопрос само существование страны. Он сейчас сделал паузу и сказал, говорю это без всякого преувеличения. И тут эти люди, которые сидели, должны были сказать, так, товарищ докладчик, ну-ка вот с этого момента поподробнее, это что такое, поставить под вопрос само существование страны. Это прошло так между делом. Но несколько позже Медведев говорил о выживании. И люди, которые занимаются этими вопросами всерьез, а я тоже пытаюсь этим заниматься, они вообще-то прекрасно понимают, чем все это чревато. Потому что то, что эта сырьевая ресурсная модель рано или поздно грохнется, и грохнется гораздо раньше, чем мы думаем, но это как бы у аналитиков вопрос не вызывает. Более того, к этому надо относиться не с такой прогностикой, к которой мы обычно привыкли, но там рванет или не рванет. А есть немножко другой подход, называется логика неприемлемого ущерба. Вот атомную станцию не строят по такому принципу, но у нас там всего 2%, что рванет. Но, правда, если рванет, то всех накроет. Но шансов очень мало, 2%. Я одному нашему человеку, поставленному, так объяснил, он говорит, ну ты знаешь, Сашка, я понимаю все эти твои опасения, но я думаю, что все-таки обойдется, что там есть запас времени и так далее, и так далее. Я говорю, ну ты представь себе, сейчас влетает в кабинет ФСО, Федеральная служба охраны, и говорит, по нашим данным кабинет заминирован, но вероятность, что он заминирован там на процентов 5. По нашим же данным, из того же источника, очень достоверного, если рванет, то рванет там минут через 10. Но, может быть, и через минуту рванет, но это шансов совсем уже мало. Я говорю, вот как мы будем эвакуироваться, обсуждая там вероятность, или опережая собственный визг, рванем отсюда. Так вот к собственной заднице вот мы так относимся, а к стороне немножко по-другому. То ли там рванет, то ли не рванет. Сейчас уже понятно, что все гораздо сложнее, и кризис наступит быстрее, чем мы думаем, по очень многим вещам. Там и сланец, и так далее, и так далее, метагегранты. Но, понимаете, вот эти слова все были произнесены, и во всех стратегиях, в том числе официальных, это же все было написано. И поэтому как-то люди так думали, что вроде есть даже какое-то понимание перспективы и так далее. Но поскольку все это время ровным счетом ничего не делалось, то сейчас говорить про это уже невозможно. Но представьте себе, сейчас выйдет Владимир Владимирович и скажет, как он произнес когда-то слова, которые я даже знаю, кто ему писал. В наши планы не входит передача страны в руки некомпетентной коррумпированной бюрократии. Вот представьте, вот он сейчас выйдет и скажет. Мы скажем, что вы что, это в ваши планы не входит. А тогда это звучало. Тогда действительно к этому относились серьезно, и сама эта бюрократия начинала так немножко почесываться. Понимаете, сейчас уже очень многие вот эти вот действительно важные стратегические вещи, они непроизносимы. И мы попадаем в ситуацию, когда власти сказать просто стратегического нечего. Не с чем выйти. Вот мы смотрим на выступление, на стратегически значимое выступление лидеров, и видим, они, конечно, произносят эти слова, но как-то через зубы, и как-то им неудобно. У меня такое впечатление, что внутренне краснеет. Ну как, действительно неловко. Ну сколько можно одно и то же повторять, ничего не происходит. Теперь, вот сейчас мы поговорили про это макевелянское отношение к власти с точки зрения того, что происходит сейчас. Вот я вам еще один сюжет приведу, хотя на самом деле их довольно много. Вот есть такая концепция стационарного бандита. Вот откуда, собственно, берется государство? Откуда берется власть? Вот живут люди сами себе спокойно. Потом выясняется, что на них постоянно нападают какие-то бандиты. Причем такие кочующие бандиты. Вот они налетели, забрали то, что можно забрать, остальное пожгли, чтобы не досталось их конкуренту, который придет за ними. Но потом вдруг один из этих бандитов оказывается настолько сильным, что может подавить всех остальных бандитов. Тогда он становится оседлым или стационарным бандитом, поселяется на этой территории и начинает защищать это население от всех остальных бандитов. Ну и, соответственно, доить его. Эта концепция на словах, вот она такая простая, все понятно. Но она очень сложная математически, потому что эта концепция действительно экономометрия, и там просто сложнейшие вычисления, которые показывают, а как на самом деле максимизировать добычу этого бандита, вот сколько сдирать с людей, чтобы, в результате, получить больше. Вот такая модель. Если вы посмотрите на нынешнюю ситуацию, то тоже окажется, вот можем ли мы относиться к нашей власти, скажем так. А ведь эти же мотивы тоже работают, несмотря на то, что мы живем в совершенно другое время. И тут тоже оказывается, что очень часто наша система управления скорее ведет себя как такой кочевой бандит, чем как стационарный. Просто иногда грабят там, где потом уже просто ничего и не сдерешь. И этому тоже есть объяснение, связанное в том числе с тем, о чем я говорил до этого, а именно про сырьевую модель. Понимаете, ведь там, где стационарный бандит работает во благо своих людей, людей, которых он захватил, они ему нужны для того, чтобы что-то производить. А здесь, когда богатство черпается из нетр, то и люди как бы не нужны, но можно к ним относиться уже и не совсем стационарно. Ну и так далее, и так далее. Вот если проанализировать множество такого рода сюжетов легенемации власти, а их на самом деле еще много, я просто до вечера все бы это рассказывал, то окажется, что вот мы на протяжении вот этих последних 25 лет, 20 с небольшим лет, перепробовали с разными акцентами самые разные вот эти вот модели легитимации власти. И как-то мы так их пробовали, что приводили их в негодность. И сейчас возникает такая довольно сложная ситуация, когда вообще-то вопрос о метафизических обоснованиях, обоснованиях легитимности этой власти, он каким-то образом просто подвисает. И последний вот этот альянс с церковью, он, между прочим, тоже свидетельствует о том, что люди пытаются найти еще какую-то другую форму легитимации режима, но понятно, что никакая наследственная монархия здесь уже невозможна, но какая-то имитация, какое-то приближение пытаются в эту сторону сдвинуться. Но ведь это тоже, вот мне это по образу напоминает скорее, знаете, вот тот сюжет, когда люди прятались в храмах и сбегали в монастыри, просто когда уже деваться некуда. И вот меня вот сейчас действительно всерьез занимает вопрос о том, каким образом можно что-то здесь вывести на более-менее приличную легитимацию. Если вернуться еще раз к самой такой упрощенной модели того же Вебера, у него была формально-рациональная легитимация, это вот то, о чем мы здесь все время говорили, это когда люди договорятся о каких-то процедурах, в том числе выборных и так далее, и таким образом власть становится легитимной. Есть традиция и есть харизматическая легитимация. Но с традицией у нас плохо, потому что власть у нас рушится и снова образуется с такой скоростью, с такой частотой исторической, что ни о какой традиции говорить не приходится. Скорее наоборот, есть такое ощущение, что власть просто обязана лет через 20-30 рушиться, и все должно снова начинаться. Насчет харизматического лидера я тоже отчасти уже говорил, отчасти это было, хотя тоже надо понимать, что харизма Путина, она в значительной степени была антихаризмой Ельцина, потому что Ельцин создал себе такую антихаризму, что появился человек, который хоть на что-то был похож, такой дееспособный, и сказали, ну слава богу, и тут же проголосовали. Остается вот эта формальная рациональная легитимация, от которой просто никуда не денешься, и не потому, что все остальные хуже. Я, кстати, не уверен, что бывает по-разному. Модель, допустим, полицейского государства всеобщего блага, а если бы она работала в наших условиях, она тоже была бы вполне нормальной. Но просто мы попали в ситуацию, когда у нас все остальное в принципе работать уже не может. Насколько может работать эта формально рациональная легитимация, это вопрос, на самом деле, такой страшноватый, но, на мой взгляд, и не такой уж и страшный, потому что ведь для того, чтобы процесс сдвинулся в нужную сторону, нужно всего-то чуть-чуть. Но вот представьте себе, что было бы, если бы результат на думских выборах был немножко ближе к реальному. Понятно, да, уже была бы совершенно другая дума, и мы бы сейчас жили в совершенно другой политической реальности. Не надо никаких революций, но просто изменения были бы очень серьезные. На следующих выборах понятно, что такой фальсификат уже не пройдет. Представьте себе, что было бы, если бы, вот вчера говорили, интернет компенсирует, вот представьте себе, что на Первом канале на полчаса в день, всего, ну там в прайм-тайм, начинают показывать вот что-то такое в духе этого самого Фейсбука. Больше не надо. Вот всего-то. Понимаете, на чем держится вот эта вся наша стабильность? Вот эти вот 20 минут буквально, во-первых, тут же будет долевой рейтинг 90%, потому что страна бросит смотреть все. Она будет смотреть только этот канал. И после этого мозги начнут разворачиваться с дикой силой. Я просто к тому, насколько вот эта вот стабильность, она шаткая, и в то же время, насколько не так уж и много нужно для того, чтобы процесс начал разворачиваться в другую сторону. И в заключение я вот еще одну такую вещь скажу интересную. Есть такая знаменитая J-кривая Бреннера. Буква J, представляете, она вот такая вот, да, с ямкой, а потом плечо такое наверх идет. Этот график показывает, что если вы начинаете какие-то изменения, то сначала у вас возникает некоторая нестабильность, а потом стабильность начинает нарастать, причем устойчиво и интенсивно. А я-то придумал, что есть такая ню-кривая Рубцова, как буква Н, но с таким вот длинным хвостом. Когда вы нагнетаете стабильность, она в какой-то момент доходит до пика, потом она заклинивает здесь, а потом начинает неизбежно через какое-то время падать вниз, причем катастрофически. Вот сейчас, на мой взгляд, самое главное избежать какого-то такого катастрофического падения. Спасибо. Вспомним то, что главное избежать кривой Рубцова. Сейчас, Кирюш, вижу. Вижу тоже, да, Миша. Смотрите, все-таки, Саша, можно еще раз все-таки вернуться к двум-трем основным моментам твоего, как сказать, постулата. Первое. Все-таки простому человеку на улице не объяснить, что он мыслит в категориях легитимности. Как все-таки это объяснить в нашей аудитории, чтобы это стало частью нашей культуры, интеллигентной культуры, людей образованных? Это все-таки что? Это мало быть в рамках закона, надо быть еще в рамках чего? Надо, чтобы общество признавало твое право на существование во власти. Подожди, но если я... В том числе и на нарушение законодательства. Сашенька, а если я без нарушения законодательства избран вполне в соответствии с буквой закона, но общество, как ты говоришь, не признает? Хорошо, как ты объяснишь, что такое болотная площадь? Что это такое? Значит, ты пролетишь на следующих выборах. Окей. Что такое феномен болотной площади? Что это такое? Это выступление против легальности выборов или против легитимности выборов? Это демонстрация... Это выступление против того, что выборы не были чистыми с точки зрения легальности. И это демонстрация того, что эта власть нелегитимна для определенной части общества. Супер. Причем гораздо больше, чем... Очень хорошо. А я вот тут задаю каверзный вопрос. А вот представь себе, я кандидат. Ну, кто-то там на местах мне там подбрасывает. Я им не говорю, ребята, не надо, мне нужен честный результат. Вспомните, как у нас он говорил, да? Мы заинтересованы больше, чем кто-либо в честном результате. Много раз говорилось. А вот на местах там начинают что-то химичить. Так это на меня, на мою легитимность сказывается или же нет? Ой, Саша, спасибо тебе за этот вопрос. Я про это очень подробно писал. Правда, тоже весьма каверзно писал. Я писал, что наш президент, а в то время президент был Медведев, это после парламентских выборов, президент был еще Медведев. Он должен обратиться к народу и в том числе к тем, кто участвовал в фальсификациях и так далее, и сказать, что мы в течение двух месяцев принимаем все заявления о том, кто участвовал в выборах, и сигналы о том, если кто-то знает, о нарушениях. И мы прощаем все, что было здесь. Пожалуйста, товарищи, приходите, стучите друг на друга, на себя жалуйтесь и так далее. Все будет прощено. А вот через два месяца, кто не придет, будет уголовное преследование. Будет уголовное преследование. Вот, понимаете, если бы это было сделано, тогда какие вопросы? Потому что, вот, Александр совершенно прав. Я хочу честно избираться, а мой конкурент что-то в мою пользу подтасовывает, и я уже нелегален. Нелегитимен, да. Окей. Саша, как, один на один? Какого? Блица. Давай лучше блица, хорошо? Хорошо. Тимофей. Следующий вопрос. Кирилл. Потом Миша. Да, вижу. Валя, вижу. Тимофей, Иркутская, Иркутская область. В связи с этим есть такая фраза или такая логика, что они честно победили на нечестных выборах и легитимны в нелегитимных условиях. Она, наверное, как-то отражает то, что вы говорите. Ну, понимаете, вот пока эту власть не снесли, так вот по-настоящему, говорить о ее стопроцентной нелегитимности тоже не приходится. Но другой вопрос, что вот с какого-то момента проблема вот расхождения между легальным и легитимным, она становится острой. Когда появилась какая-то часть общества, которая говорит, вы вели себя нелегально, вы нарушали закон, и поэтому вы для нас нелегитимны. Вот этот момент все меняется. Потому что, я вас уверяю, в 1996 году вообще были тоже те еще действия, но никто не вышел и не сказал, что вы знаете, вы там что-то не так сделали, и мы с вами вообще не хотим иметь дело. Вот. С какого-то момента, когда достаточно такая серьезная часть общества начинает выступать и говорить, что вы для нас нелегитимны, поскольку действовали нелегально, вот здесь уже это расхождение начинает схлопываться, и власть уже не может быть легитимной, не будучи легальной. Понятно. Я просто думаю, что часть людей, присутствующих в зале, не помнит этой ситуации 1996 года, когда председатель избиркома Рябов пришел после выборов к президенту, тогда еще действующему президенту Ельцина, и сказал ему, что у меня вообще-то две новости, одна плохая, хорошая. Плохая то, что Зюганов набрал 52%. Ельцин так на него смотрит, говорит, так, какая же дорогая хорошая. Он говорит, а вы 56%. Вот чтобы вы понимали, на что Саша намекает. Это он, так сказать, действительно там, это была ситуация очень неоднозначная. Мне хочется предложить слово. Я еще отвечу на этот вопрос, еще добавлю. Понимаете, вот мы вот с этого момента переходим в совершенно другое состояние. И не случайно вчера говорили про гражданскую войну. Вы понимаете, что изменилось? У меня, кстати, ровно тогда, после первых выступлений, была статья, в которой прямо такая была фраза. Объявлена война, еще холодная, но уже гражданская. Понимаете, в этот момент все меняется. Потому что до какого-то момента все каким-то образом согласны с тем, чтобы все существовало так, в надежде на то, что, ну, Медведев придет, допустим, на второй срок, начнется модернизация, там, и так далее, и так далее. Но в какой-то момент люди выступают, в какой, в тот же момент власть у Стамин Суркова говорит, а это лучшие люди вышли, а потом вдруг эти лучшие люди оказываются там, врагами отечества. Ну, в лучшем случае иностранными агентами. И вот тут надо понимать, вот что в этот момент происходит. А вот с точки зрения логики того же Шмидта, знаете, вот это полицейское государство, в нем не может быть врагов политических. Полицейское государство вообще исключает политику. Значит, вот эти вот люди, которые находятся в оппозиции и выступают весьма активно и публично против того, что произошло на этих выборах и против того, как дальше ведет себя власть. их выносят как бы за границы государства. То есть они как бы уже не наши. Это уже как бы не наши граждане. То есть это начинается, то есть как бы гражданская война переводится каким-то таким условным образом в войну с какими-то иностранцами. Тем самым государственная граница переносится внутрь Российской Федерации. И выгораживаются какие-то резервации, где вот эти иностранные агенты, где вся эта оппозиция и существует. Они должны быть не нашими каким-то образом. Понимаете? То есть не своими. Ну не своими, да, потому что наши это понятно. Наши это немножечко другой. Шами, извини, пожалуйста. Вот я хочу Катарджине дать слово, потому что такая игра русских этих вот смыслов и русских слов. Мне хочется понять, как полики понимают это. Ну, надеюсь, что все понимают. Большое спасибо за очень интересную лекцию. Вы упомянули в ней Михаила Дмитриева и его исследования в фокус-группах, где он показывал, иллюстрировал падение рейтингов властей. Я знаю, что у него есть тоже исследование, которое показывает, что в обществе существует большой запрос на новых лидеров, которые будут способны решать конкретные проблемы общества. Вопрос в том, как вам кажется, где они, где эти лидеры. И если вы позволите, я смогу еще один вопрос задать. Можно мне? Он касается религиозного фактора во внутренней политике власти. Мне кажется очевидным, что сейчас много жестов власти иллюстрирует, что связи между русской православной церковью и государственной властью очень сильно укрепляются. И я хочу узнать, какова ваша точка зрения. Является ли это эффективным способом укрепления легитимности власти, учитывая во внимание то, что вот такая политика вызывает сопротивление среди разных этнических групп, разных религиозных групп. Спасибо. Вам спасибо. Два замечательных вопроса. Первый. Ну, понятно, что из тех лидеров, которые существуют сейчас, вряд ли кто может претендовать на серьезное лидерство в будущем, хотя там возможны какие-то исключения, но в целом, конечно, будущие лидеры, они пока не на свету, и слава Богу. Но не надо думать, что это так уж плохо для нынешней политической ситуации, потому что это позволяет консолидировать процесс, потому что под лидера консолидировать такую массу под одного крайне тут сложно. Точно так же, как под проект. То, что сейчас нет проекта в оппозиции, это в некотором смысле и плюс. Понятно, против чего люди выступают, но и слава Богу. Но это такая постмодернистская ситуация. Есть армия без генерала, как образ. Здесь он в чистом виде проходит. Армия сильна тем, что нет генерала. будут назначать ей генерал, она сразу начнет распадаться на несколько армий, они между собой начнут драться и так далее. Что касается вот этой сакральной легитимации связи с РПЦ, я там отчасти уже говорил, что, конечно, это мало перспективно, но тут поймите еще такую вещь. ведь кроме того, что вводится понятие покушения на святое, а ведь понятно, что имеется в виду. Если есть покушение на святое, то в том числе покушение на святое, которое вот там сидит, не на небесах, а даже здесь. Потому что вся эта история с храмом Христа Спасителя, понятно, если бы они кричали там что-то другое, на той же самой селье, вообще не было бы ничего. И понятно, какое святое здесь имеется в виду. Хорошо. Да, но здесь есть еще и другой момент. Все-таки люди понимают, как устроена в том числе экономика вот этих отношений. Знаете, я где-то даже написал, что получается ну своего рода карикатура на вот такой альянс и получается такой медас. Вот к чему эта власть прикасается, там золото прибавляется, но тут же уши росли. И вот эти уши торчат везде, и люди это понимают, и начинают хуже относиться в том числе и к самой же церкви. Вот здесь не только другие конфессии, но и вот это все. И наконец последнее. Все-таки всегда в таких случаях есть расчет на то, что вот такое слепое верование это воспитание людей послушных, не приученных выступать. Но режим просто не успеет перевоспитать все общество, даже если сейчас начнется воцерковление всей школы. Саша, а насколько православная церковь, которая поддерживает власть, способствует ее усилению легитимации? Ну вот я примерно то и говорю, что в какой-то части действительно, ну в части православного сообщества, да, но в остальном я как раз говорю от противного, но в остальном мне кажется, что эффект особенно со временем будет скорее отрицательным. Это уже три вопроса нельзя. Нет, последствия я... Другие конфессии еще было, как другие конфессии. Нет, ну это вы сами сказали, и это все понимают, я думаю, мне это не надо объяснять, ни у кого восторга, это не вызывает. Ребята, давайте с вами так сделаем, смотрите, у нас всего 10-12 минут до окончания сессии, поэтому давайте сделаем блиц, вот так, как это принято. Значит, а все равно это произойдет, поэтому я говорю, все равно блиц нужен, потому что я вижу много рук. У меня просьба такая, ваш вопрос не более чем 10 секунд, и ответ на ваш вопрос со стороны Саши тоже не более чем 20 секунд. Шамиль, как представитель не главной религии. Ты сам не главный. Нет, демократия воротит, да, ты попроси просто скажи. Вот как сказал, критику сразу включили. Шамиль Хадулаев, Дагестан. Я с 90-го года общественно-политической жизни республики Дагестан, и поэтому по выборам очень много работал, был секретарем штаба поддержки Ельцина в 91-м году. Вот, и хочу сравнение сделать, то что он видел и ту сторону, и эту. Мы все прекрасно знаем, что демократы никогда дружны между собой не бывают. И когда была свобода, когда избирались люди, да, перегрызли друг с другом, перелимали бюджеты в 34 раз больше, законы больше 34 раз, чем сам бюджет. А не демократы дружны, да? Теперь сейчас другая крайность. Теперь получились, попадают люди в Госдуму, как правило, безликие, которые только одобряются и слушают начальника. Но есть другая проблема. Зависеть от одного человека, начальника, это тоже опасно для России. Уберешь начальника, страна рассыпется, будет хаос. Что нам делать? Может, третий путь какой-то выбрать? Спасибо. Ой, ну сразу давайте третий путь оставим в стороне. Я вам единственное, вы сами ответили на свои вопросы, но я вам только одно добавлю, что вот это вот негативные последствия единовластия, это не надо ждать, когда что-то произойдет с этим главным начальником. Потому что уже давно хвост рулит собакой. Не может человек править страной, и группа не может править страной. Вот я находился внутри этого процесса, и я знаю, как средняя и низовая бюрократия делает все, что хочешь. Да, конечно. Пожалуйста, Антон. Шохов, Дмитрий, Магнитогорск. Буквально короткий вопрос. Как вы думаете, произойдет очередная сдача президентского кресла на хранение? 20 секунд. Я не думаю, что вот в чистом виде на хранение не думаю, что это еще раз получится. Они его на реставрацию сдадут. Это вызовет такой сбой, но то, что возможен и, скорее всего, это был бы, наверное, даже такой оптимальный вариант, возможен какой-то шарнирный переход, то есть не крен сразу в оппозицию, а некоторая такая вот сдача не на хранение, но как бы не совсем чужому человеку. Это вполне возможно. А вы знаете, что Оскара хотели дать хранителю кресла? Да, хотели дать Оскара в ответ на то, что вот Обаме ни за что, ни про что дали вот Нобелевскую премию за мир, он только вообще вступил в должность, а ему дали Нобелевскую премию, хотели дать Оскара и нашли даже номинацию, в которой давать ему за лучшие исполнения роли второго плана. Миша, сейчас, секунду, вот два вопроса, Сережа и Миша, пожалуйста, а не, вали еще, прошу, Миша, Миша, потом Сережа, потом вали, прошу, буйка. Очень короткий вопрос, информационное общество подразумевает учет ценностей различных сообществ, в том числе и активного меньшинства, понимает ли правительство, ну поскольку вы, скажем, знаете изнутри обстановку, то, что у нас уже 21 век. Спасибо. Ну такое впечатление, что не очень. А вот это как сказать? Но, единственное, что я хотел сказать, нет такого понятия правительства, там все очень разное, там очень разные люди, все по-разному, все по-нимому. Это поликорпоративная культура, это совершенно правильно говорит Саша, это нельзя обращать, у них нету монолитной субъектности, это очень точно. Но вопрос, можно я добавлю к этому? Это очень интересно, у нас выступал Дворкович летом, и ему задали приблизительно такой же вопрос, когда вы не знаете, что делать, куда вы направляете деньги? Это вопрос о 21 веке. Он говорит, в железо. Это значит, если мы не знаем, что делать, будем направлять его, там, дороги, там, или там какие-то, покупать какие-то оборудования, там, или еще что-то. Не знал, правительство, не обладающее на конкретном направлении, четким и ясным пониманием целеполагания, вкладывает, вот деньги будем вкладывать в железо. Он очень хорошо сказал. На самом деле, это для меня странный ответ, потому что просто железо не существует, потому что это железо так или иначе применяется. Он это сказал по аналогии. Он не в софтвер, а он вкладывал в железо. Я понимаю. Аналогия такая. Сереж. Сергей Федоров, Ярославль. По поводу приведенной аналогии с олимпийским чемпионом, который все знают, что он мухлевал, но, тем не менее, признают победу за очевидностью его победы. Применительно к выборам, считаете ли вы, что для изменения ситуации необходимо более активно заниматься просвещением общества? То есть это, не если это главный путь, но пути к демократизации. Ну, а вы хотите, чтобы я ответил на ваш вопрос? Ну, конечно, да. Конечно же. Это как сказать? Потому что, на самом деле, я не перебиваю, он ответил. Сережа ведь задает вопрос о том, что большинство экспертов говорят, что мы не видим возможности через выборы изменения этой ситуации. Вот о чем он говорит. А через просвещение А через просвещение это означает, что мы должны настраивать, мы должны формировать общественное мнение, которое говорит, что мы не будем поддерживать эти правила игры. Согласен я с этим, что, да, конечно. Все правильно. Окей. Вали. Вели Мехтеев. Вот, Дагестан. У меня такой, вы несколько сюжетов предложили, у меня есть такой футуристический сюжет, который я хотел бы, чтобы вы прокомментировали, он может быть или нет. Представим, что завтра, нет, завтра воскресенье, послезавтра, в понедельник, Путин выходит к общественности и говорит, «Ребята, я сделал, ну, что-то хорошее я сделал, сделал много плохого, вы меня простите, а взамен на ваше прощение я с помощью своей команды спецслужб сделаю самые честные выборы и придет к власти тот, за кого вы проголосуете реально. Только не вешайте потом». Такое возможно? Я думаю, что сказать такое, ну, процентов, там, там, два процента, что такое человек может сказать, а уж что они реально сделают с этими выборами, это уже другой разговор. Нет. Сказать-то можно, да. Я проведу самые честные выборы. Это, понимаете, это вот, мы вчера обсуждали вот этот вопрос учредительного собрания. Я потом вышел, а вот интересно, что Никита, он вот только что редактировал мою статью, которая вот примерно про то, что я вам здесь рассказывал у себя там в отечественных записках. Я говорю, «Никит, учредительное собрание вот в нынешних условиях. Хорошо, вот давайте вот сейчас проведем учредительное собрание. Я вам такого учредю? Мало не покажется. Точно так же, как люди, которые говорят, надо поменять конституцию, надо вот перейти к парламентской республике. Но я вам сегодня полдня пытаюсь рассказывать про метафизику и власти, про то, на чем держится вся эта конструкция, что там есть какие-то свои силы, свои поля. И это главное. Потому что я вам, пожалуйста, я вам поменяю конституцию, а все будет еще хуже, чем сейчас. Пожалуйста, эта сторона. Ваши два вопроса. Гузель Сидзик, Республика Башкортостан. В парадигме структурализма. Можно ли думать, что язык описания политической жизни России это своего рода минус структура? Спасибо. Можно, в принципе, так и нужно делать. Но, понимаете, я вот, когда говорил про это карга в квадрате, я имел в виду, что все-таки это уже проехали, вот эту парадигму, и сейчас вот начинают к этому относиться как бы к второму этапу постколониальной антропологии, когда надо все-таки и на эту модель посмотреть с точки, ее критиковать. Политическая активность нашего населения достаточно велика. В этой связи следует сделать вывод из вашего выступления, что источниками ошибок при выборах являются сами люди, которые подсчитывают сегодня голоса. Сегодня избирательная комиссия Центра избиркома имеется в виду, пытается перевести все выборы на технические средства. Это КАИБы, которые сейчас вводятся по субъектам. Как вы считаете, вот введение этих технических средств, которые автоматически подсчитывают голоса, повлияет на честность выборов и легитимность их? Вы знаете, очень по-разному, потому что были данные, которые показывали, что там, где стояли вот эти вот машины, то там были совершенно другие результаты и не в пользу власти, с одной стороны. С другой стороны, полно участков, где стояли в том числе эти машины, а при желании можно машину обойти точно так же. Я могу добавить к этому, только одну вещь, что парламентские выборы, которые планируются через три года, КАИБы использовать не будут, ибо в пюллетене включаются порядка 40-45 партий, допущенных до выборов, КАИБы их прочитать не могут. Они видят только, современные технические средства видят только до пяти, до шести так называемых значимых точек. больше они не видят. Вот этот вот свиток не вложить, опять мы вернемся к этому же самому варианту. Но у нас есть другая проблема. Проблема заключается в том, что в этих самих ящиках, и когда ты их считаешь, это все более или менее честно. А вот когда-то информация передается, вот Леня может знать это лучше, чем мы все, когда информация передается с низового уровня на какой-то небольшой региональный, вот в этот момент и происходит самое страшное. То есть основные фальсификации происходят не при подсчете, не на машинах, а вот тогда, когда ты передаешь информацию. Вот там и происходят основные фальсификации. Пожалуйста, наш украинский вопрос. Спасибо, Иван. Город Львов, Украина. Скажите, пожалуйста, какая цель фальсифицировать выборы, если и так бы победил? И насколько сопоставимо это с тем, что выборы это игра с известными правилами, но не с известным результатом? Спасибо. Нет, здесь совершенно другая ситуация. Здесь результат известен, который должен был быть, и под него, собственно, подгонялись все правила. А что касается различия результатов, я, по-моему, уже про это говорил. Понимаете, если человек победил с результатом 60% и больше, это одно дело. Если он еле перетянул за 40%, а его конкурент где-то уже дышит спину, это совершенно другая политическая ситуация в стране. Власть по-разному себя ведет, победив либо вот так сокрушительно, либо нет. И второй момент, опять же, это вот то, что происходит во времени, это тенденция. Если вы показываете резкое снижение результата по сравнению со своим прошлым результатом, то общество на вас по-другому смотрит. Он говорит, елки-палки, так этот, смотрите, он уже падает. И что с ним будет в следующий момент, совершенно непонятно. И он может не дотянуть и до следующих выборов. Вот здесь важно было не показать вот эту вот тенденцию. Поэтому результат был заранее предрешен. Это, кстати, между прочим, тоже продолжение Сашиного ответа на ваш вопрос. На самом деле это не секрет, что руководство, администрация, я не знаю, какого уровня, но разных уровней, когда имело дело общение с избирательными комиссиями субъекта федерации, они им план ставили. Да? Да, региональный план должен быть. Ты, Миша, знаешь, да, что это? Еще два коротеньких вопроса. Костя. И Кирилл. Яршов, Санкт-Петербург, выпускник школы. Скажите, пожалуйста, у вас из ваших уст прозвучало, что на следующих выборах такие фальсификации невозможны. И в то же время понятно, что Путин не даст команду вот прекратите фальсифицировать. И как же тогда это все получится? Ну, когда я говорил про то, что фальсификат не пройдет, я не имел в виду, что фальсификации невозможно, что их не будет. Когда я говорил, что не пройдет, я имел в виду, что реакция будет гораздо более резкой, чем сейчас. И, понимаете, вот мы так вот говорим мимоходом, там, гражданская война, и тут же забыли. А ведь это все на самом деле очень серьезно, потому что сначала раскалываются умы, а потом начинают раскалывать головы. И, кстати, вот один из сюжетов легитимации таких доисторических, это, если вы вспомните, ГОПС, война всех против всех, и государство возникает для того, чтобы примирить вот это вот между собой вот этот чудовищный. Так вот, чем занимается нынешняя власть? Она разжигает вот это вот внутреннее противостояние. Если еще одни такие выборы пройдут, значит, конфликт внутренний будет еще более острым. Ну, так как власти пришло в 2000 году, на этом. Ну, нет, там, как это не будет, на Северной войне, конечно, Кавказ. Нет, потом я еще сейчас добавлю, вот просто вот этот очень интересный сюжет. Понимаете, вот мы как-то привыкли говорить, там, 90-е годы, да, вот чудовищная, это вот война всех против всех. Если вы посмотрите, через некоторые, мы все это увидим, что происходило в нулевые годы, вот по части вот этой войны всех против всех, но в таком придушенном состоянии, и так, что это было никому незаметно. 90-е годы покажутся нам просто полным благолепием. Да, конечно. Кирилл, пожалуйста, последний вопрос. Кирилл Орешкин, Санкт-Петербург, выпускник 2008 года. А в развитии этого сюжета о смене и легитимности вообще может ли нелегитимная власть смениться легитимным образом? Ведь ее нелегитимность накладывает как бы отпечаток и на, собственно, на ее действия, то есть, например, на проведение вот этой вот смены власти. То есть, не будет ли автоматически эта смена нелегитимной? То есть, можно ли сменить нереволюционным путем, это понятно, можно ли сменить неучредительным собранием, это тоже понятно, а вот проведением тех же выборов? Или они, вот в моем-то понимании, они уже становятся нелегитимными, потому что их нелегитимная власть проводит? Спасибо. Понятно. Ну, вы знаете, мне кажется, что здесь все немножко сложнее именно с точки зрения перехода, потому что власть, понимая свою нелегитимность и понимая, что легально дальше просто считать будет крайне трудно, она начинает прокладываться на будущее, она начинает готовить себе замену, которая была бы приемлема для разных слоев общества, в том числе и для того протестного сегмента, который сейчас выступает. И вполне возможно, что люди опять закроют глаза на все эти вещи и может быть даже вполне прилично и проголосуют за какого-то другого кандидата, который будет ну не таким, не хочу произносить это. Вот, знаете, как сказать, мы сейчас вот очень тонкую материю затронули на самом деле, мне кажется, что это Наташа, мне кажется, что это мы говорим не народным языком и не для народа, это в общем на самом деле очень такой экспертный разговор, разговор между людьми, которые понимают вот эту тонкую материю в различиях вот этих всех деталей. Кирилл вот когда задавал вопрос, я хотел сказать ему, ты правильно задаешь вопрос, но неправильно говоришь, да, то есть вот такой вот наш ответ, потому что вопрос идет о том, как нелегитимную власть можно легально сменить, нелегитимно, а легально, это вот самая, так сказать, сложная штука. В общем, мы на самом деле на большом распутье. Очень приятно, что Саша об этом говорил и говорил, как мне кажется, очень внятно и очень прозрачно и очень понятно. Я бы только вот добавил бы исключительно такая вкусовщина, да, одну вещь, поскольку все равно были ссылки на авторитетов, в том числе теоретиков, да, о легитимации и прочих вещей, по большому счету весь механизм существования общества и власти строится на двух вещах. На том, что сверху вниз идет господство, а снизу вверх идет сознательное подчинение. У него это впервые сформулировано. Никогда до Вебера никто не говорил о том, что политические и общественные режимы существуют только тогда, когда существует осознанное и сознательное принятое подчинение. Но в тот момент, когда оно, это подчинение начинает нарушаться, сколько бы вы не усиливали господство, как бы вы не играли только с одной частью этой формулы, вот эта вот гармония, вот этого существа порядка не существует. И еще раз хочу поблагодарить Сашу, потому что хочу сказать такую вещь. Проще всего, и это был правильный вопрос нашей Катарджины, проще всего оправдывать свое существование вещами традиционными. Например, верой, церковью, обычаями, правилами. Ну, у нас всегда должен быть первый человек. мы не можем в парламентскую республику, потому что должен быть один кто-то сильный, ну и так далее, и так далее, и так подобное. Эти все вещи сильны для легитимации. А вот как добиться легитимации и легитимности, основанной на понимании верховенства права и четко соблюденной демократической процедуры, вот пускай даже и в той форме, про которую говорил Никита вчера и сегодня продолжил Саша, это, конечно, очень хрупкая вещь, чрезвычайно хрупкая. Стабильность не является ценностью. Вот вывод, который мы должны сделать из этого выступления. философа должен пить и закусывать. Вот, ребята, спасибо вам за поддержку, я за заключение буквально два слова скажу. Я вовсе не хотел чему-то здесь научить и расставить точки над ним. Ну, вот у меня просто там в одном тексте был образ, когда люди начинают понимать, что бесконечно нельзя пласть вот так передавать из рук в руки, а что там надо серьезно менять. Вот они открывают сундук власти и обнаруживают там политические вещи привычные и начинают их перетряхивать, там что-то выкинуть, что-то подлатать, пересыпать дустом от там тирании. Но потом, когда вот начинаешь заниматься вот этой метафизикой власти, обнаруживается, что там еще слой, а под ним дно, а в это дно ложное, а под ним еще одно. И в конце концов выясняется, вот все, что я вам рассказывал, я вам что-то такое там успел наговорить, а дальше это просто колодец бездонный и где-то там внизу возможно есть ответы на вопросы, которые мы даже еще и не поставили. Но без них вылезти, вот мы просто уже сейчас в такой ситуации, что без них вылезти из положения не получится. Спасибо.